Важное замечание. Мы не против домашнего майнинга. Это неплохой способ получить приятный денежный бонус в наше нелегкое время. Мы против бездумного однокнопочного майнинга, который может лишить вас или части прибыли, или даже видеокарты. Приложения для майнинга на деле лукавят, а майнинг на домашнем ПК и тем более ноутбуке вполне может оставить вас без видеокарты, и новый вы сейчас не купите. Это мой компьютер. Сегодня 6 мифов про домашний майнинг. И напомню, лайк если согласен, колокол если было интересно. Один из главных аргументов создателей программ для майнинга заключается в том, что добыча криптовалюты постоянно нагружает видеокарту, тогда как с играми нагрузка может меняться, что негативно скажется на GPU. На деле это не так, видеочипу абсолютно без разницы, нагружен он на 20% или на 100. Если он эксплуатируется в рамках допустимых температур, на нем это почти никак не скажется. Однако чип не единственный компонент видеокарты. Для начала его нужно охлаждать 24 на 7, то есть постоянно будут работать вертушки, ресурс которых далеко не бесконечен. Со временем они могут начать шуметь, а за полгода-год вообще могут выйти из строя. Очевидно, в игры мы так активно не играем. Обычно не более пары часов в день, так что износ вертушек будет в десятки раз ниже, и они скорее всего переживут саму видеокарту, которая просто перестанет быть сколько-нибудь актуальной. И износ вентиляторов лишь одна из проблем, с которой можно столкнуться при майнинге. При нагреве могут течь термопрокладки. Если брать топовые RTX 3080 и 3090, то у них видеопамять может разогреться аж до 110 градусов, что точно не продлит ей жизнь. И главная проблема в том, что гарантия вам тут не поможет. Что износ вертушек, что текущие термопрокладки — это последствия эксплуатации. Если ваша видеокарта от этого сгорит, то виноваты будете только вы. Поэтому если вы купили себе видеокарту с прицелом на несколько лет, трижды подумайте, нужна ли вам текущая прибыль в несколько тысяч рублей, которая вполне может через годик-другой обернуться в треск вентиляторов, что потребует их отнюдь не бесплатной замены. И даже если ваша видеокарта выйдет из строя из-за майнинга, а сервисный центр таки признает проблему, вам просто не смогут поменять видеокарту, ибо не на что. Скорее всего вам предложат вернуть деньги. Казалось бы, отличный выход, а вот нет. Ну, вернут вам 15-20 тысяч рублей за вашу GTX 1660, которую вы купили летом. Сейчас она стоит вдвое дороже. Судя по Е-каталог, в моем городе их вообще нет в наличии, а с доставкой из Москвы придется отдать больше 43 тысяч. Если посмотреть динамику цены, в июле-августе за нее просили 18 тысяч рублей в среднем. На возвращенные по гарантии деньги вы сможете взять 1050 Ti, которая вдвое слабее. Миф номер два. Для майнинга никакой настройки не нужно. Скачал программу и поехал делать деньги. Как и в любом другом деле, дилетантский подход до добра не доведет. Тот же майнинг эфира требует индивидуального подхода к каждой видеокарте. Где-то нужно подсунуть специальную программу-таблетку и увеличить выхлоп в полтора раза, где-то можно зарезать теплопакет видеочипа и увеличить частоту, при этом снизится температура и не упадет хешрейт, а где-то можно и прошить специальный видео биос, который позволит добывать больше монет. Просто запустив майнинг без всяких настроек, вы как минимум можете лишить себя части прибыли, а как максимум ускорить смерть видеокарты. Простой пример. Стоковая 1080 Ti греется при майнинге эфира до 68 градусов, при этом выдавая смешной хешрейт в 32 мегахеша в секунду. Окей, давайте разгоним видеокарту, ведь многие так делают, чтобы увеличить ее производительность, например, в играх. В случае с майнингом эфира это тоже поможет, но не сильно. Мы получаем 35 мегахешей в секунду при 69 градусах. Более того, вертушки разгоняются до 46% и начинают сильно шуметь. А теперь разгоним видеопамять и чип, но снизим TDP, а также включим специальную таблетку. И вот чудо, хешрейт поднялся на 30% до 46 мегахешей в секунду. Температура стала даже меньше, чем в стоке, да и вентилятор стал тише работать. Видеокарта стала приносить на четверть монеток больше и при этом проживет она дольше. Поэтому просто так бездумно запускать майнинг не стоит. Не поленитесь найти настройки для вашей видеокарты, благо в интернете информации хватает. Как минимум, это позволит прожить ей дольше, да и лишние монетки в кармане не помешают. И нужно понимать, что видеокарта выше одна из топовых GTX 1080 Ti с мощным охлаждением и качественной подсистемой питания. Если брать референсную версию, то она может без оптимизации греться выше 80 градусов и шуметь как Боинг при взлете. Кто там сказал про отвал? Так что если у вас горячая видеокарта, которую еще и не чистили пару лет, просто так запускать майнер точно не стоит. Есть шанс быстро отправить GPU в кремниевую Вальхаллу. Третий миф. Майнить выгодно на чем угодно. Многие майнинг программы или даже некоторые майнинг пулы заманивают пользователей тем, что предлагают добывать криптовалюты на чем угодно, хоть на офисном ПК. С одной стороны, это не вранье. Даже слабые 2-гигабайтные видеокарты способны работать в шахте за некоторые альткоины. Проблема в том, что монеток они принесут совсем мало. Настолько мало, что на проезд в метро не хватит. Например, возьмем народную GTX 1050. Знаете, сколько она принесет вам в день? Целых 40 рублей, работая все 24 часа. Это прям явно та сумма, за которой стоит охотиться. Да господи, даже Game Boy 97 года с просом в 4 МГц, тут не все вообще видели ее вживую, тоже может майнить. Примерно 2 доллара за 100 тысяч лет. Поэтому прежде чем верить всяким обещаниям, что ваш не самый новый ноутбук принесет вам, к примеру, 5000 рублей в месяц, воспользуйтесь калькуляторами майнинга. Например, на том же NiceHash. Они, разумеется, тоже не точны и учитывают только текущий курс, но все еще позволяют оценить, стоит ли игра свеч. Миф номер 4. Вы получите те деньги, которые пишут вам программы для майнинга. Большая часть таких программ и пулов выводят ваш текущий баланс, который накапливается в биткоинах или эфире и пересчитывают его по текущему курсу этих криптовалют в доллары или рубли. И тут важно понимать, что при попытке превратить ваш баланс в фиат, вы можете потерять десяток процентов на комиссии, особенно если сервис предлагает прямой вывод на карту. Также нужно учитывать, что биржевой курс криптовалюты будет ниже того, что нарисуют вам программы. К тому же пулы тоже отчипывают часть вашего баланса и далеко не всегда могут обеспечить быстрый вывод средств по хорошему курсу. Поэтому готовьтесь к тому, что 10 тысяч рублей прогнозируемой прибыли в месяц превратятся в 8 по балансу, а на карту вы получите вообще 7, ну и за электричество тоже подкинете. Пятый миф. Да ладно, RTX 3080 приносит 20 тысяч в месяц? Значит, окупится меньше, чем за год? Побежал закупаться! Казалось бы, где вы еще найдете бизнес, который окупится всего за 9-10 месяцев? Правильно, в рекламных предложениях, ноунейм франшиз и успешных ребят из инсты ВК. Ну или найдете что-то очень интересное и уникальное. Большинство бизнесов окупаются годами, временами и даже десятилетиями. Однако большой плюс таких бизнесов относительная надежность. Ну какой шанс, что через 5 лет люди перестанут есть пиццы или заказывать смешные чехлы для айфон? Да фиг с ним, футболки с принтом. А вот майнинг никакой надежности не гарантирует. Вспомните первую волну, когда курс биткоина, взлетев за пару месяцев к 20 тысячам, буквально за пару недель потерял больше половины своей цены. И в этом его основная проблема. Да, именно сейчас условная RTX 3080 принесет вам 20 тысяч в месяц, но никто не гарантирует, что летом не будет обвала криптовалютного рынка, после чего прибыльность такой карточки может упасть до жалких пары тысяч в месяц, а окупаемость приблизится к десятилетию. Как обычно, на любом раздутом рынке выигрывают те, кто начал на нем работать первыми. Те, кто в ноябре урвали RTX 3080 за 80-90 тысяч рублей, пока другие говорили, что это дорого, уже отбили свои видеокарты и получают прибыль. А вот те, кто сейчас скупает их по 200 тысяч, могут оказаться через пару месяцев с мощной видеокартой, которая продается на вторичке, дешевле официальной цены и приносит деньги, которых не хватит даже на мороженку детям и цветы жене. Миф номер 6. Вся эта криптолихорадка кончится летом, когда выйдет форк эфира. Если бы у видеокарт-майнеров был флаг, на нем бы точно красовался логотип Ethereum, детище Виталика Бутерина, русского мальца, который в 6 лет переехал в Канаду. С 10 лет он писал игры под присмотром отца-программиста, тоже бросил универ и с головой ушел в блокчейн. Именно он создал эфиры и платформу, грубо говоря, гигантскую, разнесенную по миру виртуальную машину, управлять которой можно с помощью смарт-контрактов. И да, действительно, летом должен выйти форк, то есть обновление сети эфира, одно из нововведений которого приведет к резкому снижению дохода майнеров. В итоге добывать монетки на видеокартах им станет невыгодно, и бум закончится. Но на деле тут все куда сложнее. Во-первых, чтобы сеть приняла форк, его должны поддержать больше 50% майнеров. Вот она, демократия. А на данный момент, как минимум, несколько крупных пулов, которые в сумме имеют 60% сети, по понятным причинам против такого обновления. Так что летом нас может ждать, возможно, не форк, а вообще раздвоение эфира с абсолютно непредсказуемыми последствиями. Бывало, помним. Во-вторых, крипта ничем не обеспечена в физическом плане, и никто не помешает майнерам летом загнать ее курс в облака, чтобы вновь начать получать сверхприбыли. Ну и в-третьих, майнить можно далеко не только эфир. Тот же RevenCoin также приносит неплохой доход. Меньше, конечно, чем эфир, но все еще позволяет окупить большинство видеокарт буквально за пару лет. А это неплохие результаты для первого бизнеса. Поэтому, если эфир станет невыгодным, майнеры могут переключиться на другие альткоины, загнав их курс в небеса и тем самым больше ухудшить обстановку с видеокартами на рынке. В общем, поживем-увидим. Вполне возможно, что криптовалюта обвалится раньше или не обвалится сильно в ближайшее время. Подведем краткие итоги. Если вы хотите начать майнить и вы решительно настроены, крайне рекомендую изучить эту тему. Как минимум проверить, сколько принесет вам ваша видеокарта за вычетом всех налогов, комиссий, цен на электричество и, самое главное, с оценкой рисков. Если суммы и риски вас устраивают, майните. Копайте форумы для поиска лучших настроек для вашей видеокарты, используйте только крупные проверенные пулы и биржи. И самое главное, помните, одним кликом хорошие деньги не заработать. А для тех, кто досмотрел, у меня есть два подарка. Вот такой NVMe M.2 SSD на 512 гигабайт от фирмы Team Group, модель T-Force, с таким огромным красным радиатором. И комплект из OZU RGB, также Team Group, T-Force Delta RGB. Эти два подарка получат самые лучшие комментарии. Поэтому пишите свои комментарии, участвуйте в конкурсе, можете написать, что именно вы хотите из этого комплекта. И я с вами прощаюсь, меня зовут Михаил Крошин. Не забудьте поставить лайк, если зашло, и подписаться на канал, если вы еще не с нами. До скорых встреч.